В общем, я ненамного отличаюсь, в основном тоже практически все время лежу, к Богу провели, как ни странно, свидетели Иеговы, но я и раньше был православным, правда, никогда насчет Бога не задумывался, в 14 лет погрестили. А ты с какого года травм? Я 9 лет. Шейная травма. Упал с ореха. Ну, с грецкого. У вас в России не растут там такие, наверное. Почему растут? Ну, я из Воронеж, у нас южнее и... А ну да, там еще, наверное, растут. Да, тоже шрамиджи, такое же самое, как и у меня. Ну, в общем, Богу привели, как ни странно, свидетели Иеговы. Ну, до травмы, да? Или после? Нет, не после, я вообще ни о чем даже думать не хотел о подобных вещах. Дурака валял только и все. Так как же в гости пришли, да, постучали? Нет, я во дворе этот, меня вывезут и во дворе сижу с соседем, правда, не в своем, а с соседем. И там этот самый дворничьих, амилак, вор. Это года сколько? Четыре назад где-то было. Ну, а на свидетели Иеговы. И ко мне вот это подходит и подходит постоянно, каждый божий день. И свое, ну, свое вот это учение... Говорит и говорит обо всем со мной. Ну, заточили меня постепенно так себе в свой зал царств и этот самый. Я так вот с ними стал потихоньку изучать Библию. Ну, потом вот посекся на том, что там, говорят, нельзя в кровь переливать. Я так подумал, ну, как это нельзя? Это чуть ли не жертв, жертвоприношение дьявола у них там свое кладбище, ну, как бы, свидетельская. Жертв, жертв этого. Ну, так, кому я расскажу, ты она больше моего об этом знаешь правильно. Ну, как-то так. Почему этот самый... Послушал твои ролики некоторые. Все нравится, как ты рассказываешь. Ну, хотелось бы с тобой дружить, общаться. Я не против, конечно. По поводу того, что кровь переливают, так они же по Библии говорят. Они же не верят, что Иисус Христос Бог, поэтому они следуют только Ветхому Завету. Вот. А у нас вера другая. Христос пришел на землю. Бог открылся в образе Иисуса Христа. Вот. И в Иисусе Христе мы имеем полную свободу. То есть, ты можешь свободно убирать, переливать, и тебе не переливать в этом. Ну, а в Библии сказано, что душа находится в крае. А там же есть, в каком месте описание есть даже слова, что в почете тот, кто душу свою положит заради ближнего. Правильно? У меня было несколько операций. Переливали. Два раза не переливали кровь. Но если бы я просто не в силах был отказаться, то если бы у меня была возможность, я бы отказался тоже. А почему? Не хочу, я имею свободу. Могу отказаться. Не, ну так-то оно так. Каждый имеет свободу. Никто с этим не спорит. Потому что я верю Слову Божьему. Написано, что душа в крови. Я верю. Ну и так же написано, кто душу положит за ближнего. Как там написано? Продолжим. Это совсем к этому не относится. Этот стих не имеет отношения ближнего. В общем, грехом это не считается в православии. Правильно? Что именно? Переливание крови. Нет, не считается. У нас же, я говорю, у нас свобода. Мы освобождены. Мы освобождены от закона. И у нас свобода. Ты можешь делать абсолютный выбор. Абсолютный выбор во всем. То есть... Можешь убивать. Можешь не убивать. Конечно, можешь. Но ты знаешь, что ты за это понесешь ответственность. Ответ за это понесешь. Но за переливание крови ответственность никто не будет нести. Правильно? Почему не будет? А кто знает? Кто знает, какие изменения в человеке произойдут? Ну, ты бы стал пересаживать голову себе. Новую голову. Вот тебе сейчас предложили тело. Голова твоя, а тело здорового человека. На эксперимент на такой пошел бы. Нет, так от этого эксперимента умереть можно. Побоялся бы. Ну, можно, конечно. А и от переливания можно. Потому что, думаешь, не умирают люди. Не подходит несовместимость крови и умирает. Заболевают всякими болезнями нехорошими. Ну, это да. Это тоже. Это давай никто не застрахован. Но если ты при смерти, то извини. Есть шанс. У меня не спрашивают. Мне два раза переливали. Никто не спрашивал у меня. Просто перелили все. Ты живой пока? Все хорошо? Ну да. Слава Богу. Господь сделал так, что все обошлось. Сергей, а тебя на коляску сажают? Нет, я 9 лет лежу вообще. Я не могу сидеть. У меня такая травма, что невозможно. У меня очень сильные боли. Я 5 лет пытался. Меня сажали через боли, через страшные сидел. Вот. И потом уже у меня сил нет. Да и ни к чему это все. Как бы реабилитации нет никакой. Ну, при моей травме вообще. Врачи говорили, что, профессора говорили, что невозможно жить. Ну, я сломал шею. 5 шейных позвонков. Вот. У меня тоже 5. То же самое. Ну, только как-то подробно, наверное, поломал. Вот. А спиной мозг меня когда откачивали, из воды вытащили. В общем, они вот этот весь спиной мозг, ну, как откачивали, там за ноги переворачивать. Трясли там. И поизрезали вот этими осколками. Весь спиной мозг порезали, там разбили его. А-а-а. Вот. Я понял. Понял. Ну, у меня что-то похоже. Правда, я с ореха упал. Я не нырял. Я утонул. Я захлебнулся. И 20 минут, ну, около получаса утопленником был таким уже черным. Вот. Ну, они как бы по неотступности так бы откачивали меня. Воду вытряхивали. Вот. И, как говорится, ожил потом. Ну, чудо было такое. Без... Мозг без кислорода 7 минут максимум может существовать. Да. Знаю, знаю. А я около получаса был таким уже утопленником. Ну, черное лицо, уши были черные. Мозг страдает. Даже если возвращается человеком, уже, ну, умственно нормальным редко остается. Ну, то и практически. Я хотел тоже вот с такими людьми, которые выступают, кстати, ну, по поводу того, что Бога нет, да. Они... В нашей передаче такие известные люди, как Невзоров, там, прочие. Я вот, я им письма писал. То есть, у меня есть три свидетеля, которые могли бы засвидетельствовать о том, что я минимум 20 минут был мертвым. Вот. Я ожил. Я предлагал, как бы, как свидетельство свое доказательство. Ну, мне никто не ответил. То есть, они настаивают на том, что мозг не может без... Они скажут, я перебью. Они скажут, что йоги тоже, наверное, способны 20 минут по водой находиться. Есть такие уникалы. Бывают. Находиться-то они находятся, вдохнув воздух, кислород. Вот. А я-то... Я-то захлебнулся, у меня полные легкие воды были. Ну, это да, точно. Так и есть. Ну, и рассказывай, почему вышел от свидетелей что-то не понравилось. Ну, я не знаю. Ну, вообще, я туда прихожу к ним. И мне что-то говорит, что, ну, не туда я вообще пришел. Ну, абсолютно не туда. Мне, как-то, все эти улыбки, вот эти отношения, ну, какой-то внешние из-за крови тоже. Ну, то есть, такое поведение американское, да? Вот смотришь на американцев, да? Да, да, да. Ну, чувствую, что-то мне подсказывает, что я не там. Не там, где я должен быть. Ну, потом ко мне стал священник ходить наш православный. Кстати, тоже много. Где-то в каком городе? Украина, Черкасс. Черкасс. Я был проездом. Самый центр Украины, ну, значит, должен знать. А, Сергей, вот как ты думаешь, вот если вот бывает у человека такой выбор, когда он должен поступить или по-плохому, или опять-таки по-плохому? То что делать? Выбирать из двух зол меньше? Всякая ложь от дьявола. Из двух зол надо выбирать добро. Приведу пример. В общем, я сейчас с женой развожусь. Что Христос сказал? Не разводитесь, правильно? Он сказал, кого Бог сочетал, того человек да не разделяет, не разлучает. В общем, она четыре года со мной не живет. Просто ушла. Даже не кому-то, а просто ушла. Она тоже больная. В общем, из меня один вряд ли может. Ну, скорее не может, чем может. Я так лично считаю. То есть, причин для развода как бы духовных нету, правильно говорю. Остальное все там терпи, будь добр, раз Бог сказал, правильно? Ну, так, да. Ну, понимаешь, такие законы на Украине, что на меня просто мои родные, как бы сказали, как это вот. Из-за того, что ты на ней женатый. То есть, мы не можем оформить субсидию. То есть, платим по полной программе за всю подплату на родители, пенсионеры. То есть, короче, если я с ней разведусь, тогда все нормально вроде будет как бы хватать. А так, а если не разведусь, приходится сходить, как говорится, концы с концами. Ну, то есть, ее нет, она сама ушла, я ее не выгонял. Просто ей ту как бы не выдержала. Ей это... Послушай, Ром, развод, ну, если считать его по государственным рамкам, по законам государства, то он не является перед Богом. Перед Богом являются только ваши отношения, и все. Вы уже, если она ушла четыре года назад, вы уже давно перед Богом разведены. А то, что вы там по бумажке, по какой-то муж и жена... Да, это все ерунда. Ну, то есть, это полностью ответственность, наверное, на ее уложиться. Причем здесь я. Да, конечно. Конечно. Я там просто пытался все восстановить, эти отношения, как бы, ну, как хочет. Я же не буду ее силой держать правильно. Конечно. Если пытался, и она не хочет, то на ней лежит грех, а ты ты что? Ну, я бы видит Бога, даже не стал бы этого делать, если бы мне эта ситуация субсидией. А это священник, которое ко мне приходило, я с ним советовался тоже на эту тему. Правда, год назад приходил, а развелся я только, получается, 12-го числа, позавчера. Ну, уже все, последнее заседание суда, она еще месяц, что она может его протестовать, но вряд ли она это будет делать, я не думаю. Да она сидит сейчас, металл принимает на мусорке, больная вся. А ей сколько лет? На поводу меня старше, 38. У нее там брак может быть. А сын с тобой живет, да? А это не ее сын. Это мой сын. Ну, короче, от другой женщины. В блуде она жил. А она такая блудная, и пришлось его себе забирать. А какая она тебе тогда совсем не жена? Совсем не жена? Нет, первая то, от которой ребенок совсем не жена. Нет, я имею в виду вот эта вторая. А вторая? Ну, да. Получается, да. Понимаешь, браки в Боге, это когда христиане сходятся, то есть верующие оба сходятся, тогда Бог заключается на небе. А когда неверующие, то перед Богом нет никакого брака. Он и не венчанный, брак ваш венчанный. Нет. Ну, а что ты вообще тогда переживаешь? Перед Богом вы как блудники вообще жили. Тебе надо покаяться, что ты с ней вообще жил сколько лет. Ну, тут много на этот счет точек зрения, кстати, даже у православных людей тоже. А если этот самый один, вот такие вот безбожники были оба, и вдруг в этом таком браке один и супругов уверовал, все равно церковь как бы не этот самый, как тебе сказать, этот так называемый жиданский брак церковь не отрицает. Ну, а сейчас заслуживает Качева, а тебя бывает слушают. У Осипова, на которого еретик все говорят. Еще еретик тоже непонятно. Короче, вот в этом интернете все друг на друга бочку, как говорится, катят. А это сатана так делает. Он людей разделяет. А ну что, посмотри. И сейчас это не только Россия с Украины. Это же во всем мире происходит. В странах, в семьях идет разделение. Вот из-за этого богатства, имущества все разделяются. Это делает дьявол так. Библия вообще такая книга, что предсказание подходит к любому времени. А к нашему как-то оно все, ну как бы все больше и больше к нашему подходит. Там не предсказание, там пророчество. Нет, они не к любому времени. Там каждое пророчество имеет свои координаты времени. То есть еще сто лет о начертании, допустим, никто сказать не мог. Тогда и представить не могли, что такие технологии будут, чтобы человеку поставить под кожу что-то и управлять этим человеком. Понимаешь? Что нельзя будет ни купить, ни продать, что денег не будет наличных. Тогда нельзя было об этом представить. А сейчас мы видим реально электронные деньги и все, понимаешь? Фиткоид, вот эти все рептовалюты, ты это имеешь в виду? Виртуальные деньги. Ну вот, а сто лет назад, даже пятьдесят лет назад об этом даже и подумать никто не мог. Значит, пророчество не подходило. Правда. И вот Господь говорит, когда... Видите, воины, когда, ну вот такие многие воины, когда брат на брат... Брат на брат и всегда они восставали, да? Но вот в таких масштабных событиях, чтобы воины по всему миру такие локальные происходили, такого не было никогда. За всю историю такого не было. Чтобы вот такие катаклизмы были, там бури, ураганы, смерчи, землетрясения, такого не было тоже. А ты как, этого любишь слушать? Ну, в Россию сейчас переехал, но он сам, по-моему, украинец. По-моему, у тебя даже с ним ролик был. Ну, правильно все говорить. Ну, как же, чего? Скажи, я скажу, Сереж. Не скачу, а еще моложе скачу. Он такой, где-то, может, чуть старше меня, может, такой, как ты, годами. Не знаю. Ну, у тебя с ним ролик был. Ты кушать принес. Мамиконус с этим. Я не помню его фамилию. У меня сейчас Олег, его Олег зовут. Олег, да, Олег, Олег, правильно. Олег, 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 Олег. 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 Ладно, ну, ладно. Ну, он нормально все рассказывает. Это... Давно уже не... Я уже больше года его не слушал, наверное. Вот он больше всего любит. Это его сейчас любимая тема. Вот эти все чипы, вот эта вся эта. Ну, я из-за этого и не слушаю. Потому что оно уже настолько оскомину набило эту тему. Ну, надоело уже. Одно и тоже вот это вступим. Молотят, молотят, молотят. Эти чипы, чипы, чипы. Еще один деятель в Луганске завелся. Как его такой лысенький. Тоже забыл звать. Я понял. Ну, вот это то и с той же темы. Семьдесят. Да. Вера семьдесят семь. Семьсот семьдесят семь. Да. Как его все равно. Они, понимаешь, они вокруг ходят. Они сами-то не знают. Понимаешь, перебываются на ходу. То есть полгода одно говорят, тут раз происходит другое. Они закрывают ту тему и по новой начинают говорить. Ну, как бы следует. Ну, сатана-то, он и вся эта система, которая, она же, ну, неспроста. Ты понимаешь, если умные люди, гораздо умные во всем мире, ну, представляешь, умнейшие люди подготавливают какую-то систему. Неужели ты думаешь, что они дадут информацию всему миру о том, что они хотят сделать? Конечно, это все скрыто и будет настолько заувалированно сделано, что никто этого не почувствует и не узнает. Вот. А людям бросают вот эти вот, как бы, как собакам куски. Умные люди, они же есть, ну, они точно знают, кому они служат, они знают, что они сатанисты. Это не просто умные люди, они это все, ну, про себя знают прекрасно, что они делают или чего они делают, они знают. Я говорю о том, что то, что брос, вот эта вбрасывается информация, это специально как бы для затравки, чтобы люди не в ту сторону смотрели. Все, оно близко, очень похоже, но все не так будет. Они сделают то, что хотят сделать, а люди просто не в ту сторону идут. Тут единственное, надо с Богом оставаться и все, и не надо ничего гадать, как будет это начертание, кому его будут ставить. Надо оставаться с Богом. А этим самым они уводят людей от веры, от Бога уводят. Люди начинают бояться. Вот. А это грех страшный. Когда человек боится этого начертания, он начинает метаться. Вот. Он Бога не верит, он ищет сам выхода из положения, из этого. И вот я где-то там поеду, там забаруюсь, там дали, там где-то в бункер спрячусь, выдумывать, начиная, да, чтобы не достало никто. Все не так. Может быть, как кажется. Ладно, Сережа. Трошки буду сейчас занят. Если хочешь, не просто ложиться надо. Я уже пересидел сегодня. Если хочешь, давай я сейчас ляжу и перезвоню. Хорошо? Где-то можно... Где-то можно... Если есть какие-то вопросы, темы там... А, ну да, да. Будем размышлять, конечно. Всегда интересно на эту тему, всегда интересно говорить. На эту тему. Разоборы не исчерпаем. Нет. На какую тему? Исчертания? Нет. Но вообще, в целом, на богословские темы я обожаю разговаривать. Слушать, разговаривать, вот мне нравится. Кстати, я тут нашел новую работу в интернете. Ну, у меня же мышка по экрану, где я рассказывал. Ну, там типа что-то вроде сетевого маркетинга, но с криптовалютой. Как ты думаешь, это греховно? Или нет? Просто я уже устал бесполезным грузом сидеть. Я не знаю. Я не вникаю в эти криптовалюты. Я даже не знаю, что это такое. Ну, деньги, которые внутри интернета ходят. Вот, допустим. То есть, с трагедиями ходят, а то внутри какого-то сообщества в интернете, понимаешь? Электронная деньги. Все эти сообщества – это совет нечестивых. Туда лучше вообще не входить. Там вообще Бога потеряешь. Вот я в этом тоже задумывался. Но вообще просто в интернете работа найти. Я даже не знаю как. Там только доступная для меня только это. из работы сидеть. Я, кстати, недавно возможность получил управлять мышкой и общаться в интернете с людьми. Раньше только вот так вот, как ты по скайпу и все. Мне даже интересно, как ты. Ты говоришь, в контактах у тебя написано. Я просто не смотрел, как ты переписываешь голосовым набором тоже, да? У меня плечо работает. Я научился так вот. Первые два года научился. С помощью плеча кладу руку на мышку и плечом опять же управляю. Ну, ты только лежа, сидя, я не могу мышкой управлять. А, да ты же долго пишешь. Такие за голосовой набор? А, ну да, там. А, так мышкой вот правильно. Голосовой набор мышкой нажал «Отправить». И все. Или, а, исправить что-то. А там клавиатура на экран вызвал. Я ее, я с помощью экранной клавиатуры и пишу. А, ну вот. Как, а зачем экранная клавиатура? Голосовой набор есть. Да нет, там исправлять постоянно. Знаки припинания ставить, это я не люблю. Стоп. Вот ты говоришь, допустим, тебе надо построить предложение. Говоришь, запятая, оно пишет запятую. Говоришь, восклицательный знак, оно восклицательный знак спрашивает. Да я знаю. Ром, мне, я пробовал, а мне не понравилось. Я привык. Если писать, я пишу что-то такое вот конкретное. А так, чтобы разговаривать, я людей в скайп вызываю. Я не люблю вообще не писать вот эти. Понял. Зачем писать, когда есть возможность поговорить? Да и писать, по сути, переписка, она же такая вещь, что слово какое-то неправильно понял и уже выстраивается совершенно. тема непонятна. Люди недопонимают, начинают. Бывает даже и театизм, да такое слово одно неправильно понял уже. Человек на тебя надулся там. Думаю всякую, накупатуру в голове такого, что ой-ой-ой. Ну конечно, а я поэтому и терпеть не могу переписываться. Потому что там сатана свои дела делает. Понятно. Ну ладно, давай, если этот самый действительно, тебе я вижу тяжело разваривать. Если вопросы будут возникать, буду позвонивать. Ну и ты тоже всегда звони, если тебе скучно или еще что-то. Или можно сказать? Да мне скучно не бывает, у меня дел всегда очень много. В интернете, да? Конечно, я первые годы сразу, ну как и сайты научился делать, иконы пишу в интернете. Плечом вот этой мышкой, да? Да. У меня сайт уже 12 лет существует. А, хорошо. Ну ладно, в общем, я уже буду ложиться, Сереж. В общем, бом-бом, созваниваться хорошо, ну в скайпе, ладно? Да, пиши предварительно, если будет. Понял, понял, понял. Возможно. Да, Роман, все, с Богом-то. Да, счастливо, тебе тоже с Богом. Пока, с какой-то ночью тогда. Давай, иначе. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.